Всем привет! В этом видео поговорим о том, что премьер-министр Польши потребовал от Novotek отдать газовую инфраструктуру польским госкомпаниям. Сегодня польский премьер Матюш Моровецкий отдал приказы польским государственным компаниям PGNIC, PSG, GAS Systemovi немедленно решить вопрос с обеспечением поставки газа на объекты газовой инфраструктуры, принадлежащие российской компании Novotek в Польше. Одновременно с этим руководство Польши на основании местного закона об антикризисном управлении распорядилось немедленно принять в управление, принадлежащее Novotek объекты газового хозяйства, включая газовую распределительную сеть, которая использовалась компанией Novotek в том числе для снабжения жиженым газом ряда населенных пунктов Польши. Напомню, что 26 апреля Польша приняла санкции в отношении российской компании Novotek, а также ее польской дочке Novotek Green Energy, которая осуществляла реализацию СПГ ряду польских потребителей. Польские санкции запрещают сотрудничество местных предприятий с Novotek. Данная мера привела к прекращению исполнения заключенных ранее газовых контрактов и остановке газонабжения десятков населенных пунктов Польши. На следующий день уже Газпром полностью прекратил поставку газа польской государственной нефтегазовой компании. После этого в Польше с новой силой заговорили о необходимости избавления от российской энергетической зависимости. Польский пример заявил о том, что поляки больше не будут иметь дело с Газпромом и откажутся от покупки российского газа напрямую. Кроме того, руководство Польши сочло необходимым конфисковать активы российских компаний в газовой сфере. Для этого Novotek обязали немедленно передать газораспределительную сеть польским компаниям. Ни о какой продаже сейчас речи не идет. Насколько я понимаю, речь идет о безвозмездной передаче имущества. Причем сделать это надо незамедлительно. В противном случае государство конфискует российское имущество принудительным образом. Данный процесс запущен в исполнении уже сегодняшнего дня и сегодня же должен быть завершен. Нашим властям надо взять пример с польских коллег. Напомню, что российские власти в течение двух месяцев обсуждают различные варианты законопроекта о внешнем управлении в отношении компаний, заявивших об уходе с российского рынка. Причем наш законопроект предоставляет иностранным компаниям возможность восстановить права владения своим российским активом в будущем. Польские власти действуют гораздо жестче. Их не заботят имиджевые риски. Поляки ввели свое антикризисное управление в отношении Novotek, которое даже не собиралось уходить с польского рынка всего лишь за одни сутки.